Как жителю частного дома поддерживать газовое оборудование в исправном состоянии? Об этом мы сегодня поговорим с начальником Щелковской районной эксплуатационной службы филиала «Мособлгаз.Восток» Александром Беликом. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день, Анна. Хотелось бы начать наш разговор с актуального вопроса. Итак, договор на техническое обслуживание газового оборудования. Почему необходимо его заключить и как это сделать? На сайте «Мособлгаз» в разделе «Газовая безопасность» абонент может подать заявку на заключение договора. Дополнительно он может не регистрироваться в личном кабинете, то есть программа позволяет. Кроме того, абонент может оформить заявку на заключение договора на портале «Добродел» на сайте Министерства энергетики Московской области, в личном кабинете клиента и по телефону горячей линии 8 800 200 24 09. А что будет, если вдруг собственник решил не заключить договор? Какие могут быть последствия? В случае отсутствия договора о техническом обслуживании внутридомового газоиспользующего оборудования, «Мособлгаз» направляет два уведомления с интервалом 20 дней. После истечения этого периода и в случае непредоставления копии действующего договора, заключенного со специализированной организацией, или незаключением договора с «Мособлгаз», «Мособлгаз» производит процедуру отключения. В данном месяце, в октябре, «Мособлгаз» запланировано 19 отключений в связи с отсутствием договора о техническом обслуживании внутридомового газоиспользующего оборудования. О том, что котельная является объектом повышенной опасности, знает каждый. А вопрос такой, как оборудовать это помещение так, чтобы обеспечить максимальную безопасность себе и окружающим? Первоначально проектным решением на газификацию домовладения указаны все требования к помещениям, где установлено газоиспользующее оборудование. Это и площадь помещения, и высота потолка, и площадь остекления, наличие форточек, подрезы в двери, сечение дымохода и винтканала. Все эти требования прописываются именно в проектном решении. Поэтому, пожалуй, самым главным требованием, если абонент не будет отступать от проектного решения, то есть не производить самовольного перемонтажа газоиспользующего оборудования, не будет заниматься переустройством и перепланировкой помещений без согласования с органами местного самоуправления и специализированными организациями. Газовая плита требует такого же техобслуживания, как и другое оборудование? Конечно. С законодательством Российской Федерации и инструкцией завода-изготовителей газоиспользующее оборудование подлежит ежегодному техническому обслуживанию. Специалисты Мосуболгаз при техническом обслуживании в первую очередь проверяют исправность автоматики безопасности, проверяют работу крана в нораме плиты, экрана на опуске плите, проверяют состояние конфорок, по цвету пламени определяют качество сгорания и необходимое количество приточного воздуха. И также обращают особое внимание на нормы противопожарных требований безопасности. Расскажите, пожалуйста, как следить за вытяжкой? В процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться их периодическая проверка и чистка, не реже трех раз в год. При этом проверяется состояние каналов, состояние газоходов и так далее. И все-таки какие меры безопасности должен применить каждый? Первое и, наверное, самое главное правило, то есть абонент, потребитель природного газа обязан провести техническое обслуживание своего газоиспользующего оборудования. А это производится путем заключения договора со специализированной организацией. Неисправность оборудования может привести не только к печальным последствиям в семье, но также и на соседей. Мособлгаз в рамках действующего законодательства требует, чтобы абоненты заключали договора со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования. А как человек может дополнительно обезопасить себя, свой дом? Дополнительно мы предлагаем устанавливать системы контроля за газованностью помещения, которые, в свою очередь, состоят из трех основных блоков. Это датчика по метану и угарному газу, это блоку управления и непосредственно клапану, установленному на газопроводе. Что происходит? Если, не дай бог, у абонента происходит утечка газа, либо содержание угарного газа выше нормы, данная система позволяет автоматическом режиме оповестить абонента звуковыми и визуальными сигналами, а в дальнейшем произвести полное прекращение подачи газа на оборудование. И дополнительно также предлагаем устанавливать газоиспользующее оборудование, в котором заводам-изготовителям предусмотрена так называемая система газ-контроль, которая позволяет при погасании пламени на конфорках в автоматическом режиме прекращать подачу газа. Спасибо вам большое за предоставленную информацию. О том, как жителю частного дома поддерживать газовое оборудование в исправном состоянии, мы поговорили с начальником Щелковской районной эксплуатационной службы филиала «Мособлгаз.Восток» Александром Беликом. Редактор субтитров А.Семкин